Спасибо, Петр. Скажите, пожалуйста, слышно ли нас? Поставьте плюсик, а то видели комментарии, что нет. Отлично. Дорогие предприниматели и даже те, кто только собирается стать предпринимателем, мы хотим сегодня поделиться нашей историей. Наша история имеет конечную цель – это квантовый прыжок. И вот как осуществить квантовый прыжок, сегодня вы узнаете, если досмотрите нашу презентацию. Добрый день еще раз всем. Меня зовут Остав. Я амбассадор компании Марова. Это фуд-компания. Иногда нас называют еще Dark Kitchen. Это распространенная история. Это цех, если говорить простыми словами. А это моя супруга Марьяна. Она основатель компании Марова. Расшифровывается Марову как Mariana Evolution. Поэтому наша основная цель, чтобы постоянно было развитие. Процессы эволюции остановить нельзя, а мы должны этому помочь. Unite for more – это наш слоган. И он имеет прямое и сакраментальное отношение к компании, к продукту UDS и компании GIS. Кто мы такие? Марова – это по существу 4, а уже на сегодняшний день 5 суббрендов, которые работают на рынке хорики. Доставка полезного питания, доставка кейтеринга, доставка продуктовых наборов. У нас 4 на сегодняшний день и уже добавили 5 суббрендов, которые позволяют нам выдерживать любые нагрузки на рынке. Когда движутся большие колебания, связанные с COVID-19, с другими кризисами, мы всегда стараемся держать нашу планку, удовлетворять клиентов, зарабатывая при этом деньги. Мы рискуем этим, но наш риск всегда оправдан. И вот как этот риск выглядел в 2020 году. Это антикризовая бизнес-модель. Мы рассмотрели и проверили все наши показатели и результаты. Привет, Леонид. Мы проверили наши результаты и вот здесь на графике видите, как жили мы в 2020 году с точки зрения количества заказов. Да, вы помните, что март-апрель это были кризисные месяцы, в которых народ очень сильно испугался. У нас в городе Львов, в Украине, так это вообще никто даже на улицу не выходил. Пусто было. И даже в этот месяц, в месяц апреля, мы выдержали нагрузку. Да, мы не заработали много денег, но мы, а, удержали персонал, б, чуть-чуть еще даже заработали. И, в, наконец-то поняли, что пришло время меняться, пришло время изменяться. Знаете, есть такой вопрос, кому кризис, а кому мать родная. Это где-то вот сыграло с нами и точно такую же, на данном случае, позитивную историю. Мы подключились к компании UDS в 2020 году, но перед этим было одно очень историческое событие. Она выглядела так. Встреча, которая стимулировала лично меня двигаться быстрее. Ну, а потом моя задача передать это моей супруге. И о чем это я? Это я о нашей истории знакомства с UDS. Ну, давайте перейдем в недалекое прошлое. 2017 год. Сергей Кровец. Это партнер компании GIS. Я считаю, что это и партнер, и наставник, и достигатор. А вот почему он достигатор, вот в этом конце слайда это написано. В 2017 году Сергей нашел себя. Он занимался маркетингом, мыкался с одних проектов, с других. И потом поверил в продукт UDS. Тогда он назывался еще UDS Game. И в 2017 году он стал партнером. В этом же 2017 году он первому мне в Украине рассказал о таком продукте, как UDS Game. Ну, пирамида, подумал я. Вот это была моя первая такая реакция. Но она закончилась буквально на второй день, где я практически ночь не спал, вникал, разбирался. И через неделю вникнув в суд, я понял, что это офигенный, крутой, крутой продукт. Но мне не хватало в данном моменте совершенства, поскольку я разобрался, как работает этот продукт, кому он нужен, какие потребности закрывает. И не хватало в 2017 году от поддержки и профессионального внедрения. Этого мне не хватало. Но Сергей Кровец, он не сдавался. И вот он монотон три года постоянно вовлекал меня в разные проекты, в разные бизнес-завтраки, бизнес-ужины. Я люблю предпринимательство, потому всегда соглашался на его приглашение, вместе с ним смотрел, как эволюционирует ГИС и как эволюционирует продукт UDS. Хочу ли я этот продукт или нет. Но я уже его хотел в 2017 году. Марьяна, моя супруга, не была готова. Поэтому у меня было так же, чем поработать с возражением. Сергей не сдавался и добил. В 2020 году, вот это поэтому он и достигатор, он достиг своей цели. В 2020 году мы внедрили в Марево продукт UDS. И это изменило все. И не только все, но и нас, а в большей степени мою супругу. Как изменило это, я расскажу попозже. Это очень крутой комплекс, который может быстро переводить аналог в цифру. Весь бизнес новый, уже существующий, не имеет этого значения. В 2020 году основатель Марево, Марьяна, также стала партнером компании ГИС. Но перед тем, как мы интегрировали, нас интересовало, а какие проблемы и боли были до UDS. Ну вот зачем нам этот был UDS? Я-то понимал, но нужно было прокачать Марьяну. В прошлом году Марево получила торговую марку и стала официальным зарегистрированным торговым знаком в Украине. Соответственным сайтом maravot.ua и нужно было масштабироваться. Нужно было масштабироваться. Как это делать? С каким способом это делать? Где эта программа лояльности? Это вам задавали франчези. В будущие, скажем так, наши уже партнеры. А где ваша программа лояльности, ребята? Ну, нет. Ну, а как она автоматизирована система? Как взаимодействовать с клиентами? Как это все происходит? Как контролировать потоки клиента? Где и как? Собирать и оцифровывать рекомендации. Ну что, в Excel? Ну да, я знаю хорошо Excel. Я даже знаю функцию VPR. И в принципе получалось. Но вы можете представить, какая это оперативность. Ну, никакая. Аналоги в скидку – это путь к стрессу. Вот Марьяна постоянно делала линейные скидки. И мы всегда путались. Ёлки-палки. Приходили, смотри, этот кетеринг-тидел, да, это я рекомендовал. Ну, а что ты хочешь? Ну, дай мне пару рублей. Дали. Кто-то через два дня приходит. Ты помнишь этот кетеринг? Да. Так это я рекомендовал. Так, подожди, это же Петр рекомендовал. Не, не, это Петр ошибся. Это я. Дай мне тоже что-то. И вот этот кошмар приводил просто в стресс. Приблизительно 7% мы тратили с оборотом на удовлетворение вот таких вот вещей. Как мы минимум удовлетворили жалобы клиента? Это очень важный вопрос. Я рад сегодня про него говорил. Тот, кто управляет гневом клиентам, тот побеждает мир и делает бизнес, ну, просто мега лояльным. У нас теперь есть система, про которую я расскажу, как мы это делаем с помощью EDS. Но тогда это было сложно. Не было как мотивировать агрессивно или плохо настроенных уже к нам клиентов. А как сделать так, чтобы клиенты оцифровались самостоятельно? Этот вопрос вообще волшебный. Что мне с того, что я рекомендую ваш сервис? Это очень частный вопрос, который возникал, и ответа на него не было. Но мы потом тебе дадим скидку. Я молчу уже про финансовые показатели. Средний чек, повторные покупки, новости. А где приложение? А где это все? Где? И так дальше и тому подобное. В результате голова скипает, и ты понимаешь, а где же эта пилюля, которая позволяет расти бизнесу? Где этот инструмент пилюля? Вот ты взял ее, и у тебя все получается. Где она? И здесь еще одна судьбоносная встреча. На этот раз с внедренцем. Обалденный институт системного внедренства. Я говорил о том, что я не подключился в 2017 году, потому что не хватало внедрения системности. И вот в 2020 году мы познакомились с Валерием Мальшанским. Валерий, привет, спасибо тебе. Ты маг с точки зрения внедрения. И ты так прокачал мою супругу, что никто так не мог до этого сделать. За это тебе большое спасибо. До встречи у меня было такое. И да, ну, наверное, хочу, но не знаю, стоили. А после общения я в тот же вечер сказала, да, хочу. Это наше. Ну, Валера вник в этот вечер процессе. Что он увидел? Как он трансформировал, в первую очередь, мою супругу с точки зрения мозга, математики, аналитики, мотивации? Как? И как мы вместе трансформировали нашу компанию, которая привела к успеху? До внедрения это что мы были? Мы шестилетняя компания. Мы не стартап. Шестилетняя компания сфокусирована на качественном продукте. Требовалась систематизация, связанная с клиентским сервисом. Мы понимали необходимость внедрения программы лояльности. Также была необходима еще прозрачная система мотивации персонала. Потому что нет ничего лучше, чем мотивированный персонал. Показатели, срез показателей на тот момент какой был? Средний чек у нас в кейтеринг-боксе был 1900 гривен. Ну, к сожалению, не мог в рубли перевести. Но пока на слух так. Здоровое питание – это 1600 гривен средний чек, а продуктовые наборы – 700. Какие цели были поставлены в Валерии? Привлечение новых клиентов – основная цель. Увеличение среднего чека – вторая основная цель. Увеличение кратности покупок – это очень тоже важный показатель. Ну и понятно, что увеличение эффективности персонала. Система KPI – каким образом мы мониторим, контролируем и мотивируем. Ну, вопрос был сложный. Кстати, кратность покупок была 1,29. Что Валерий сделал в первую очередь? Он проанализировал текущую ситуацию. Разработали вместе с ним концепцию бонусной программы. Это не так, что просто сели за компьютер и разработали. Это брейншторминг, в котором ты учишься. Валерий учится, ты учишься. Постоянно развиваешься, учишь супругу. Это такая коллаборация, это такая энергия, которую за деньги вы не купите нигде. Это вот работа с институтом внедрения. Провели обучение, аттестацию персонала, после того, как уже поняли, как мы будем работать. Ну и внедрили эту систему мотивации. Какой результат? Конечно, интересуют всех деньги. Результат. Остап тут может говорить сейчас очень много с Марьяной. А где деньги? Где результат? За первых полгода, посмотрите, 8-7 мы внедрили. И вот с 8 по 31, но 1-21. Какие результаты мы получили? Марьяна залила только 200 из своих 3500 клиентов в систему. Она хотела органического роста базы данных. И мы выросли. 755 клиентов добавилось. Присоединилось к прайме лояльности 82% клиентов. Что со средними чеками? Рост среднего чека 109% в кейтеринг-боксе, 164% в здоровом питании и в продуктовых наборах 185%. И именно продуктовые наборы в кризис нам помогли на рекомендациях взлетать. Вместе уже с UDS. Я напомню, что мы стартанули 8-7-21 года. Что с кратностью заказов одних клиентов в месяц? Она выросла на 53%. Профит составил 200 тысяч. Это приблизительно 500 тысяч рублей. Фактическая скидка, вы помните, я говорил, 7% с оборота в месяц? 2%. Я уже молчу. Все укупилось уже только этим. Вот только этим уже все закончилось. Пошел моментальный прирост. Я молчу про клиентов, которые привели нам другие клиенты, на которые мы в Инстаграме не потратили, в Фейсбуке не потратили, не потратили, а привалило большое, огромное количество клиентов, ну приблизительно еще столько же. Еще 200 тысяч гривен мы получили оборота от тех клиентов, которые пришли к вам через рекомендации. Мы не вкладывали в это деньги, мы просто полюбили UDS и поверили в него. Прирост клиентской базы составил 11,7%. 88 клиентов в качестве дополнительных. Клиенты с платформы UDS, оцифровки, 173 клиента, совершили покупку 14 клиентов и выручка 38,162. На сегодняшний день у нас уже есть три уровня рекомендаций. То есть люди порекомендовали кому-то, мы с этих кому-то заработали деньги, и этих кого, с кого мы заработали, порекомендовали еще кому-то, и мы там тоже заработали деньги. Ну это просто разрыв шаблона, скажем так. Валерий, спасибо тебе. 721 тысячу гривен мы заработали, это порядка 2 миллионов рублей. Валера, ты мак. И к чему это все привело? Это привело к нашему квантовому прыжку. Что имеется квантовый прыжок? После того, как моя супруга, основатель этого бизнеса, осознала, что такое математика, цифра, финансы, бизнес, как это все взаимодействует, все у нее в кармане, в одном смартфоне. Она управляет, где бы ни было, своим бизнесом, в понятной, доступной форме. Excel мы тоже пользуемся чуть-чуть, но все основное мы перевели в UDS. И это наш квантовый прыжок, потому что он нам дал вот это. Это первая мировая франшиза. Мы стали вместе с UDS франшизой собственной, которой шагаем по миру. По миру это означает, что первые клиенты у нас уже в Польше. Мы сейчас на завершительных переговорах под нашим брендом Marvo будут запускаться в Варшаве. И эта франшиза, это подтверждение всего того, как может изменить твой мозг, как может изменить твое видение, как может изменить все вокруг тебя с помощью вот инструмента UDS, вот с помощью этой экосистемы. И смотрите, на чем мы построили наша франшиза. Ну, это не секрет. Франшиза построена на цифровом ядре, который обеспечивает UDS. И это немыслимый, по моему мнению, прыжок в будущее, потому что при работе с франшизой они по-украински в захвате, по-русски, они просто впечатлены, мега впечатлены тем, как может выглядеть бизнес, как он упакован, как он сопровождается, какие у него потенциалы, перспективы. Это просто космос. Ребята, мы считаем, что это наш личный квантовый прыжок. Поэтому я пролистаю два слайда, буду закругляться. Мы смогли, мы это вместе с моей супругой смогли сделать бизнес, но вместе с UDS мы сможем сделать больше, а с нашими будущими франшизы еще больше. Мы даже не знаем, куда нас задует через год или два вся эта история. UDS и GIS, ну вы красавчики, молодцы. Ребята, у меня все, у нас все. Да, спасибо. Наверное, у нас не было с нами.